так сегодня снимем обзор на датчик отключения электроэнергии датчик off 220 вот так вот он выглядит включается непосредственно в розетку соответственно мониторит напряжение электросети соответственно как только отключился он оповещает отключение наверное еще видео получится не особо большое длинное наверное мы еще сделал вот так вот к нему же добавил обзору такой сигнализатор который по функционалам аналогичной немного побольше там конечно функция у него назначение идентичны давайте начнем с датчика включение электричества вот такой паспорт у него в комплекте паспорт изделия такой на одной странице еще есть английском он же gsm power файлы резюме так как он работает соответственно прежде чем что-то с ним делать надо его настроить соответственно прежде чем вводить в локацию так скрываем скрывать верхнюю крышечку надо вскрыть не очень удобно за кадром как снял и держатель так понадобится sim карта формата микросим вставляемые крышечка не буду пока закрывать соответственно вот так выглядит здесь есть кнопка на передней панели вот она на пружинку это для отключения сирены заберу вперед так здесь переключатель питания он там глубоко надо отверткой его включить он начнет мигать так зеркалить поставим так мы будем отключать переключатель питания соответственно напряжение отключать его и смотреть что будет так настройки настройки соответственно для настройки надо отправить sms соответственно вот такого формата тут выше есть смс уже естественно смотрел его крутил вертел смотрим как работает вот формат в общем какое первые шесть цифр это пароль по умолчанию 1 2 3 4 5 6 потом можете изменить его дальше решетка sos sos и дальше формат номер телефона соответственно через восьмерку не через плюс 7 в конце решетка отправляем это sms настройками и ждем ответа смс доставлено сейчас должен почему-то нам прислать можно записать так максимум три номера соответственно я сейчас записываю один но можно сюда же в команду добавить еще два номера так не пришла sms скенопать задержалась немножко соответственно тут сос номера соответственно один номер прописан мой сейчас ну дальней можно два прописать бип он и smsb сейчас посмотрим что это такое бип он это включение сирены то есть сирена включается по инструкции посмотрим по паспорте так да smsb это значит отправка sms и звонка соответственно он может либо sms либо звонок либо sms и звонок вот по умолчанию как раз стоит этот sms и звонок так что там еще было у нас бип он ну да это просто сирена соответственно внутренний динамик который который активируется при отключении электроэнергии в принципе все датчик готов к работе sms к пришла так ну что можно попробовать включить посмотрим что будет реакция на включение примерно секунд 5-10 так вот сирена не очень громкая она конечно все ж таки какой-то звуковой сигнал при отключение если это важно кому-то позвонил и прислал sms вот power files alarm питание отключена тревога так так мы при включении давайте посмотрим что будет при включении электропитания тут только sms он должен прислать о восстановлении да power режима то есть питание восстановлено так язык только английский соответственно sms будут переходить на английском по сожалению другого языка ты выбрать нет возможности так какие еще функции в принципе вот это все единственное что то что нехорошо у него то что непонятно в любое время вы хотите запросить если там напряжение или нет на объекте этого узнать невозможно есть одна команда которая gsm вот такая вот звездочка gsm-звездочка отправляемая и он должен нам выдать уровень gsm-сигнала сети это единственная команда который можно как проверить вообще он работает или нет понять живой sim карта работает вот почему-то не предусмотрено никакого информационного запроса чтобы можно было понять работает он сколько какой баланс что там вообще сетью есть ли она на объекте нет вот что-то не отвечает что такое sms доставлено написано сейчас что-то ответь что-то задерживается sms к ну в общем то вот такой незатейливый функционал то есть выставляете розетку настраивается он легко одна кнопка которая может отключить вот этот звуковой сигнал пищалку в принципе не знать для чего он нужна эта пищалка когда это дистанционный контроль то есть кто там будет слушать на объекте на вот он прислал gsm-20 шкала от 0 до 31 соответственно 20 ну и средний сигнал нормальный так в общем то все на этом обзор его заканчивается переходим ко второму испытуемому так сейчас он будет пищать пытаться питанию так выключен и убираем сигнал xf3 принципе все то же самое ну немножко не тоже конечно побольше у него функций назначение схожа единственное что он становится на один рейку щит можно конечно на дюбель его установить на один но он будет мотаться так вот не очень хорошо ведь при желании можно но это вот конечно в щит на один рейк и тут уже не пройдет такое быстрое подключение в розетку как там включили принципе тут простое подключение но не настолько чтобы просто в розетку подкнуть сейчас имитацию установки в щит мы сделаем я уж тут заготовил шнурок соответственно с вилкой для экспериментов так сим-карту сим-карту ничего скрывать не надо здесь просто устанавливать с торца вот скосом сюда справа и нажимаем так с ним в комплекте идет еще антенна куда ее положить успел уже для чего нужно это когда вы щит устанавливаете металлический да и просто в щит там сигнал может быть слабый соответственно вообще на объекте обычная за городом где-нибудь может быть понадобится эта антенна это нужная опция так соответственно да она в комплекте не идет как-то отдельно покупается по-моему еще есть температурный датчик у него ира электро но об этом сейчас позже так включаем питание и переводим режим настройки его сейчас зарегистрироваться сети отправим смс с настройками индикатор фаза мигают индикатор синий это сеть соответственно сейчас он регистрируется в сети как только он загорится постоянно мы отправляем смс с настройками также можно записать три номера сюда можно установить порог температуры баланс можно узнавать тут есть два температурных порога верхний нижний при прохождении которых также смс будет рисоваться и управление реле вот тут у нас 00 состоит сценарий загорелась лампочка светодиод получила самос в частном пришло что данную смешно записаны данную смс на русском функционал здесь побольше самос на русском проверим что так переводим режим работы его соответственно он может контролировать как одну фазу 220 так и три фазы две фазы тоже может конечно то есть 380 вольт на него можно подключать индикатор на каждую фазу вот ну соответственно здесь здесь сейчас у меня перемычки стоят так ждем пока он зарегистрируется фазы загорелись показывает что напряжение на фазах есть так цель загорелся можно так отключаем электропитание смотрим что фазы погасли ждем смс тут то тоже можно смс и звонок но по умолчанию только смс настроим соответственно вот фаза abc отключена пришла смс включаем не сразу как бы там 7 секунд задержка на включение чтобы на какие-то реды скачки там напряжение не реагировал загорелись индикаторы фаза abc восстановлена теперь можно значит запросить инфо отправить смс . отправляем инфо смс пишем все на латинице английским текстом соответственно смс доставлен сейчас он запросит баланс соответственно получит данные от датчика температуры нет вернее нет датчика температуры там отдельный запрос вот пришла смс соответственно фаза на контроле фаза abc норм то есть напряжение на всех трех фазах есть реле ноль баланс 458 рублей сигнал 26 отличный сантин почти максимум так темп команда темп узнаем температуру она естественно и по событию тоже фазу отключат смс к автоматом приходит также температура если она опустится за установленные пороги или поднимется выше смс автоматом приходит но и сами можете в любое время запросить температуру вот температура ночь 19 5 температурные пороги 18 и 25 сейчас примеру что и делать нагреть чуть-чуть инерция есть конечно какая то посмотрим что будет если нагреется инерция датчика температура есть соответственно не хочет пока нагревая его так быстро паяльником сейчас поднагрею сработал ждем смс-ку вот внимание температура перешла порог 25 градусов текущая 25 и 5 тут есть и защита защит конечно называется предупреждение о пожаре если уж нагреть конкретно сильно сейчас так не буду в общем она на 60 градусов если перейдет тоже автоматом придет смс какие функции еще есть соответственно реле можно включить встроенное реле вот тут контакт они не подключены соответственно можно чем-то управлять можно управлять котлом можно использовать как термо реле соответственно термостат то есть он включается выключается по установленным порогам реле будет включаться выключаться пока мы просто включим вручную можно его через смс включать сейчас мы выключим через смс дождемся от него ответа загорелся соответственно светодиод температура продолжает датчик перегрели мы сейчас отключим реле роля отключена щелкнула вот роля отключена роля включить дважды роля включилась можно на время включать не просто включить а там включить на 10 секунд включить на на два часа там по моему до 250 часов до 990 часов можно включать ну и секунд тоже тоже до 990 так от нуля так что у нас еще есть тут какие какой функционал датчик температуры можно заказать ну под заказ идется выносной соответственно с кабелем который можно будет если вам важна температура то так и сделайте потому что внутренний датчик он будет немного врать во первых сам сигнализатор нагревается и там на пару градусов он будет врать во вторых когда вы поставите в щит соответственно он будет показывать температуру в щите а если вам надо в помещении, соответственно, заказывайте выносной датчик. Антенна заказывается обязательно, потому что очень она стоит недорого, но очень полезная штука, иначе потом она мочит. Так, в принципе, все. Что? В принципе, коротко вот о двух сигнализаторах об этих. Значит, датчик 220ов, сигнализатор и вот сигнал XF3. Коротко вам. Как-то коротенький обзор снял. Спасибо за внимание.